Достигая Израиль и весь мир Шалом вам, мир и благодать всем вам, дорогие! Дорогая моя Синтия, сегодня мы продолжаем говорить о послании к римлянам и говорим о том, как важно осознать, что мы живем под властью Творца. Специфика нашего времени в том, что многие люди называют себя духовными, но при этом они отрицают, что есть Всевышний Бог. Дорогая Синтия, оглядываясь на 20 лет назад, ты можешь согласиться, что тенденция отказа от Творца очень сильно возросла, а вместо этого появилось понятие некой легкой духовности. Ты согласна с этим? Да, это очень печально и тревожно, особенно в нашей стране, в США, которая была основана на Боге. У нас даже на деньгах написано «На Бога мы полагаемся». А теперь наша страна и общество начинают отказываться от этого Бога, который создал все вокруг. Это довольно пугающее знамение, но каждый из нас глубоко внутри понимает, что все, что есть вокруг, должен был создать Бог, умный дизайнер нашей Вселенной. И если вы думаете иначе, Бог вам поможет. Это из четырех программ. Если у вас есть возможность, то пересмотрите их обязательно. Это очень важно, потому что послание к римлянам помогает нам понять, что же такое настоящее Евангелие. В первом сезоне я рассказывал, что Евангелие начинается с призыва к покаянию «За недостаток признания и подчинения Богу». А сейчас продолжим с 18 стиха 1 главы. Тут сказано «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправду. Ибо что можно знать о Боге, явно для них, то есть всем очевидно, что Бог есть, потому что Бог явил им». То есть мы родились в этот мир сознанием, что у нас есть Творец. Вот о чем здесь сказано «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Опять же, в первом сезоне я говорил об этом очень детально. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили». И я объяснял вам почему. Хотя люди знают, что Бог есть, так как Бог сделал это очевидным внутри нас, и так как мы видим это по всему вокруг, они не признают Бога. Атеизм и агностицизм существовал еще тогда, когда писался Новый Завет. Но то же самое происходит и сегодня. Люди отрицают Бога, отказываются подчиняться Его путям, и все это они делают лишь во вред себе, потому что так они лишь осуетились. А что это означает? Да означает это, что вы истратили всю свою энергию, но ничего не добились. Вы только подумайте, сколько энергии было потрачено на то, чтобы объяснить происхождение всего вокруг без участия разумного Творца. Все те известные ученые со своими теориями о большом взрыве в космосе, то есть все появилось не благодаря Богу, а благодаря какому-то взрыву. Все это суета. Послушайте, что Павел говорит далее. Они осуетились в умствованиях своих. Все эти теории, всего лишь домыслы и умствования, в них нет правды, хотя их преподносят нашим детям в общественных школах как правду. На самом деле это пустые умствования. Это всего лишь безбожие, которое навлекает на мир гнев Божий. Осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели. Все эти люди с докторскими степенями рассказывают нам о том, как появился этот мир. Без Бога. Называя себя мудрецами, они обезумели. И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и присмыкающимся. Это прекрасный пример того, о чем я только что рассказывал. И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и присмыкающимся. Прекрасный пример того, как люди заменили славу нетленного Бога на образ тленного человека. Находится прямо здесь, в Колорадо. Этот штат весьма либеральный. И многие люди здесь считают себя очень духовными. Они много времени проводят на природе. Но они не видят Бога в творении. Они поклоняются природе так, будто бы природа и есть Бог. Они не переключаются с творения на Творца. Именно об этом говорит здесь Павел. Люди отрицают Бога, отрицают Творца и поклоняются творению. Все это происходит прямо здесь, вокруг меня. Как видите, Евангелие так же полно силы сегодня, как и две тысячи лет назад. И поскольку люди так делают, за это есть свои последствия. Но мы продолжим с вами читать Библию. 24 стих. «Поскольку люди отвергали Бога, они отрицали Его, стали поклоняться Творению и самим себе, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте. Так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Аминь». Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление, противоестественным. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигали с похотью друг на друга. Мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. Так о чем же говорит здесь апостол Павел? Точнее, Бог через апостола Павла. Тут все ясно. Речь идет о духе гомосексуализма, который так сильно превалирует в современной культуре сегодня. Также идет сильное давление на церковь, чтобы она пошла на компромисс в этом вопросе. Но Библия говорит нам, что результатом того, что человечество отделилось от Бога, той темноты, что отделило творение от Творца, стал гомосексуализм. Я не говорю, что гомосексуализм — это единственный результат этого. Конечно же, нет. Я лишь хочу сказать, что то, с чем мир смирился, признав гомосексуальный образ жизни хорошим и приемлемым, Слово Божие называет неправильным. Библия называет это неестественным. Это не соответствует Божьему встроенному в творение дизайну. Поскольку человечество отделилось от Бога, дух гомосексуализма вошел в мир. И сейчас он наступает с таким напором и силой, что начинает казаться, что большинство людей на Западе — это гомосексуалисты. Мы знаем, что это не так, но голос гомосексуального сообщества так силен сегодня, что гетеросексуальная церковь боится говорить, «Нет, это ошибка, это неправильно. Это результат Божьего гнева, который излился на землю, и того, что люди погрязли, выдало поклонствие и грехе». Это нехорошо, неестественно и неправильно. Это просто неправильно. Возможно, вы и так понимаете, о чем я, но я хочу остановиться на этом подольше, потому что мало вообще, кто об этом говорит сегодня. «Друзья, это дух гомосексуализма, который забрал в плен так много людей, не созидает наше общество, а наоборот, разрушает его». Услышьте меня. Я не осуждаю никого, кто застрял в этом образе жизни. Я говорю об этом с эмпатией и состраданием. Я понимаю, что многие люди, которые ведут гомосексуальный образ жизни, или имеют гомосексуальное чувство, осознают, что это был не их выбор. Я понимаю, что некоторых людей с детства привлекали люди того же пола, но то, что вы с детства помните, как вас влекло к вашему полу, это не означает, что это правильно. Друзья, все мы сломлены грехом, все мы сломаны, и у всех нас есть какие-то неправильные желания. Для одних это может быть гомосексуальное влечение, для других это могут быть постоянные измены в браке, потому что их постоянно влечет к другим людям, к мужчинам или женщинам, и то, и то неправильно. Кому-то беспорядочные сексуальные связи могут казаться естественными, но это не делает их нормальными или правильными. Это вообще не означает, что Бог это одобряет, а лишь потому, что вам это нравится. Даже если кто-то чувствует сильное гетеросексуальное влечение, это не означает, что Бог такое дело благословляет. Наши чувства и влечения не указывают на истину, только Слово Божие указывает на истину. А все это из-за атеизма и агностицизма. Я имею в виду все эти грехи, которые так процветают сегодня, но не нужно обольщаться и думать, что это свежая зараза. Она существовала еще тогда, когда писался Новый Завет. То же самое происходит и сегодня. Люди отрицают Бога. Когда я пришла сюда сегодня, то почувствовала, что Господь говорит со мной. Потому что в церкви есть так много вещей, которые я не могла сделать за последние два года, хотя и возглавляла это служение. Мы не проводили евангелизации какое-то время. Это очень сильно удручало меня. Я подчиняюсь Тебе. Я разрешаю Тебе свободно проявлять Иисуса через меня. Я буду говорить о Тебе всем. Я буду смелым. Бог сказал мне подняться и снова начать делать то, что я когда-то забросила. выйти вперед и больше не стоять, никогда не стоять в стороне. Это я и сделала. Слава Богу. Я знаю, что Иисус любит меня. Вот почему Он напомнил мне вернуться к тому, что я забросила и снова приступить к работе. Сегодня я чувствую себя возрожденной. Я знаю, что Бог будет делать что-то новое в моей церкви и в моем окружении. Давайте еще раз вернемся к этому. Кто-то должен говорить об этом. Писание ясно говорит, что из-за того, что человечество отошло от Бога, из-за того, что люди вышли из-под покровительства Бога. А в мир пришла тьма, и люди осуетились о вумствованиях своих. Называя себя мудрыми, они обезумели. И как результат, Бог предал их в похотях сердец их нечистоте. Так что они сквернили сами свои тела. О какой нечистоте и о сквернении тел здесь идет речь? О гомосексуальном поведении. Павел говорит, предал их Бог в похотях сердец. Опять же, Бог не отрицает того, что эти чувства и влечения реальны. Но Он не желает, чтобы люди поддавались им. Из-за того, что люди отделились от Бога, Бог позволил этому произойти с ними. Бог предал их в похотях сердец их нечистоте. Так что они сквернили сами свои тела. И как именно они предаются нечистоте? Слово Божие отвечает нам на этот вопрос в 26 стихе. «Потому и предал их Бог по стыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным». Так что же это означает? Что значит естественное употребление женщины? Естественно. Для женщины быть в брачных и сексуальных отношениях с мужчиной, со своим мужем. Просто посмотрите на анатомию мужчины и женщины, и даже ребенку будет понятно, что мужчине подходит женщина, а не другой мужчина. Дальше он говорит, «Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга». Итак, женщины чувствуют влечение к женщинам, а мужчины к мужчинам. А сейчас я шокирую вас тем, чему учат в некоторых церквях. Это происходит в больших известных деноминациях. Самые большие и известные деноминации в мире разделились в мнениях по этому вопросу, вопросу гомосексуализма. Они не могут решить, допускает такое Бог или осуждает. И многие церкви говорят о том, что гомосексуальное поведение приемлемо для Бога. Люди чувствуют, что это естественно для них, а Бог благословляет то, что естественно. Но послушайте, Бог благословляет совсем не то, что кажется нам естественным. Не наше чувство и не наше мнение о том, что естественно, а что нет, определяет истину. Истину определяет божественный порядок и дизайн, который Бог встроил в свое творение. Бог задумал, чтобы мужчины были женщинами, а женщины с мужчинами. Вот что естественно. не нам определять, что естественно. Это определяет Бог. Но многие люди в церкви толкуют этот стих через другую призму под названием «пересмотренная гейтеология». Они говорят, что на самом деле Бог осуждает не то, что мужчина с мужчиной, или женщина с женщиной, а то, если мужчина имеет естественное влечение к женщине, но выбирает гомосексуальные отношения. Вот что осуждает Бог. То есть, согласно этой пересмотренной теологии, естественность — это не то, что сказал Бог. Бог сказал, что естественно. Это когда мужчины с женщинами, а женщины с мужчинами. Но сторонники пересмотренной теологии считают, что естественность, о которой здесь говорится, а мы еще раз можем посмотреть, это в 26 стихе. «Потому и предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигали с похотью друг на друга. Бог определяет естественность творения по тем принципам, с которыми Он его создавал. Именно Он решает, что естественным, а что нет. Но пересмотренная геотеология говорит так. Если вы гетеросексуал, если вы таким родились, но вместо того, чтобы иметь гетеросексуальные отношения, вы решаете идти против того, что для вас естественно, и вступаете в гомосексуальные отношения, то это неправильно. Надеюсь, я понятно и изъясняюсь. Этот ужасный, оскверняющий и смертоносный дух, который призван красть, убивать и разрушать сейчас, преподносится церкви. Сатана такой коварный, он самый большой обманщик в мире. Он создал целую теологию, перекрутив Слово Божие. Ее суть в том, что гомосексуализм это неплохо, если это естественная наклонность человека. Это неправильно лишь в том случае, если человек родился гетеросексуалом, но вдруг решил стать гомосексуалистом или вступать в это гомосексуальное отношение. Итак, новая пересмотренная теология учит тому, что естественное определяется не Богом и человеком, то есть естественно для вас то, что вам кажется естественным. И пока человек делает то, что является для него естественным, Бог будет благословлять его. Друзья мои, сейчас на земле просто невероятная тьма, а этот дух накрывает весь мир. Я не хочу, чтобы и вы тоже были обмануты в этом вопросе. Я хочу сказать вам от всего сердца, если у вас есть гомосексуальное желание или влечение, тогда знайте, что Бог не отвергает вас. Он не относится к вам хуже, чем ко мне, но он слишком сильно любит нас, чтобы оставить нас там, где мы находимся. Кому-то нужно покаяться в одном, кому-то в другом, но есть разница между тем, что Бог любит вас и тем, что Он позволит вам остаться в том состоянии, в котором вы находите сейчас. Иисус призвал нас покаяться. Он сказал, если вы не покаетесь, то погибнется. Я знаю, что некоторые из вас пробовали каяться, но после этого вы не сдвинулись с места. Просто примите истину, осознайте эту истину, продолжайте молиться и искать Бога, продолжайте стремиться к Нему и делайте это искренно. Если вы будете тянуться к Богу и признаете, что гомосексуализм это грех и откажетесь от него, то Иисус даст вам силы и вы победите. Рожденный от Бога побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера нашим. А тот, что больше всего победил, получит самую большую награду. Баруха Шем, я люблю вас, будьте благословенны, шалом. В книге числа, в шестой главе, Бог сказал Моисею и Аарону, произносите это благословение на мой народ, и тогда мое имя будет на них, и я благословлю их, поэтому сейчас принимайте Божие благословение. Исиа Субтитры подогнал «Симон» 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 освобождение Израилю и всему миру через телевидение, интернет и евангелизационные крусейды. Многие из нас благословляют Господа своими финансами на земле. Но если вы хотите делать это, даже находясь на небе, зайдите по ссылке завещания на нашем веб-сайте. Телепередача Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на YouTube. Равин – еврейский, верующий в Мессию Иисуса. Слушая и применяя принципы этих уроков, вы получите откровение сегодня для вашего лучшего будущего. Посетите YouTube сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса». Также убедитесь нажать на значок колокольчика рядом с кнопкой подписаться, чтобы получать уведомления и не пропустить ни одного эпизода.